МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И представители коммунальных предприятий города, депутаты карагандинского городского маслехата, также представители из отдела жизнеобеспечения города Караганды, также другие гости. Всем добро пожаловать. Очень скоро начнется отопительный сезон, и хотелось бы узнать в целом, какая была проведена работа по подготовке к зимнему периоду. Первый вопрос. Как обеспечивается выполнение комплекса мероприятий, направленных на устойчивое теплоснабжение в городе Караганди? Андрей Васильевич, давайте мы начнем с вас. Первым делом, наверное, нужно начать с того, что отопительный сезон – это очень серьезная пора, и подготовка к отопительному сезону начинается еще с весны. Мы разработали все планы и графики производства ремонтных работ, определили по дефектам участки, которые необходимо заменить. Также мы провели процедуры по закупу материалов, по закупу труб, провели ремонтную кампанию. Все запланированные мероприятия в срок были выполнены. Буквально сегодня мы отчитывались перед руководством города, где уже дали свою 100% готовность сетей к работе в осенне-зимний период. Конечно, это не просто такое мероприятие, что очень быстро и так сжато делается. Действительно, много было моментов и по переходу через улицы, где положен новый асфальт. Приходилось проходить различными новыми методами, методом прокалывания через подземные, через подорожные части. Но, тем не менее, все справились. Полностью сейчас тепловой комплекс к работе зимой готов. Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, как идет работа по установкам прибора учета тепла? Много ли карагандинцев заинтересованы вот этой вот системой? Прибор учета, это, как говорил представитель жилищно-коммунального хозяйства Шкарупа, это у нас судья, тот, который судит, сколько потребителей потребили тепла. Поэтому говорить первым делом о том, что это выгодно, невыгодно, это, наверное, не корректно. Необходимо говорить о том, что это норма закона прописана, что потребители обязаны иметь прибор учета. В прошлом году мы установили за счет ремонтной программы 500 единиц, в этом году установили 804 единицы. То есть, практически 70% жилого фонда у нас снабжены общедомыми приборами учета тепловой энергии. Что дает прибор учета? Первым делом, есть норма теплового потока, которая рассчитана на 18 градусов внутри каждого помещения. И неважно, октябрь, месяц, декабрь, либо же январь, плата взимается одинаково, что в октябре, что в декабре, в самые суровые месяцы, что в апреле, в самые теплые месяцы. Прибор же дает потребителю возможность, во-первых, и регулировать тепло, которое поступает к нему в дом. Но тут необходимо иметь, конечно, квалифицированный персонал. Просто так дергаться движет тоже нельзя, чревато большими последствиями нехорошими. И, тем не менее, житель может сам для себя решить, я хочу сэкономить, я буду жить, например, в 18 градусной температуре. Если мне охота, есть у меня возможность платить больше, я хочу жить 26 градусов. То есть я могу регулировать каким-то образом, менять комфорт в своей квартире. Но, тем не менее, еще раз, это буква закона, которую необходимо исполнять. В следующем году мы также продолжим эту кампанию по установке приборов учета. И планируем к концу следующего года 100% посетить на квартирный жилой фонд общедовыми системами теплового учета. Андрей Российевич, вот Вы сказали, что Вы проделали большую работу и по установкам, и по другим направлениям. А что Вы не успели сделать за этот период? Были ли какие-то трудности? Ну, наверное, хотелось бы сказать, что первым делом, во-первых, мы уходим уже от аварийной замены трубопровода в планному ведению хозяйства. То есть, первоначально, когда город определил те улицы, которые будут асфальтированы под новый асфальт, под ремонт, мы первым делом в апреле, в мае месяце там заменили трубопроводы, новые проложили, чтобы не было потом проблем и не было потом у нас желания копать эти новые трубопроводы. Есть, конечно, где-то там, скажем, на периферии, там где-то улочки такие, как сортировки, это в Першакинске. Это мы, опять же, решаем сами, но, тем не менее, вот плановое ведение хозяйства, оно позволило нам выйти к сокращению потерь, ну и, по крайней мере, мы ушли от многого количества дефектов, ведь у нас было и 6 тысяч дефектов за год, но сейчас мы вышли уже на 2,5 тысячи, то есть, 1700 дефектов в этом году было. Это говорит о том, что, по крайней мере, экономика предприятия от того, что мы своевременно устраняем дефекты, она уже нормально оздоравливается. – Спасибо большое. Хотелось бы узнать, как к предстоящему отопительному сезону подготовились в компании «Караганда Энергоцентр». Вот Вы, как основной, так скажем, производитель тепловой и электрической энергии, вот на сегодняшний день, какие бы могли назвать показатели Ваших работ? Пожалуйста. – Спасибо. В целом, «Караганда Энергоцентр» идет к завершению ремонта компании в части подготовки к отопительному сезону. Значит, для выполнения этой программы были выделены только для «Карагандинской ТЭЦ-3» 4,9 миллиарда тенге. Миллиарды тенге, значит, это были охвачены те работы, которые, как капитальный ремонт двух котлов, текущий расширенный ремонт трех турбин. Это работы, связанные с оборудованием топлива транспортного цеха, электрического цеха, цеха тепловой автоматики. Кроме того, эти финансирования были выделены для того, чтобы отремонтировать здания и сооружения. Значит, в целом мы идем к завершению. И на сегодняшний день мы заявляем, что у нас четыре турбогенератора и шесть котлов уже готовы к отопительному сезону. И сегодня уже как бы обеспечивается циркуляция по горячему водоснабжению. По заявке потребителей мы уже готовы будем запускать дальше тепловую энергию. – Скажите, пожалуйста, вот при проведении ремонтных работ Вы испытывали какие-то сложности? – Ну, в целом подготовились мы вовремя. Как уже прозвучала ремонтная кампания для энергопредприятий Караганда энергоцентра началась 1 апреля. Сложности, конечно, были. Но они как бы вовремя эти вопросы снимались. И на сегодня абсолютно проблем таких нет. И мы уверены, что мы значительно лучше должны пройти отопительный сезон текущего и следующего года. – А как обстоят дела с тарифом у вас? – Ну, значит, как всем известно, тариф у нас 1 октября поменялся. Увеличение составило где-то около 17%. Это была вынужденная мера, потому что, как вы знаете, в основном составляющая тепловой энергии – это топливо, где-то почти 60% даже больше. Поэтому, значит, если посмотреть с 2011 года, последний раз тариф у нас был определён за тепловую электроэнергию в 2011 году, значит, 5 лет тариф не поднимался. Значит, вот в этом году мы как бы как вынужденные меры подали департамент регулирования естественного поля и как бы согласовали этот тариф. Ну, это из-за того, что ежегодно как бы растёт стоимость основного топлива, как уголь, плюс ещё топливо, как мазут. Как карагандинцы отнеслись к повышению тарифа? Я считаю, что карагандинцы должны понимать эту ситуацию, потому что если этого мы бы не сделали, то в конечном итоге, ну, наверное, не было бы у нас как бы нехватки финансирования на ремонт теплофункционного оборудования. Поэтому я считаю, что это правильная и улучшенная мера. Спасибо большое. Депутаты карагандинского городского Маслихата постоянно выезжают на совместные рейды в целях контроля проводимых работ компаниями-услугодателями. Сейчас я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик о выездных работах наших депутатов. В нынешнем году услугодателями заменено 25 километров тепловых сетей, что составляет 97% от плана. На эти цели выделено свыше 1 миллиарда тенге. Часть средств потратили на установку 800 приборов учёта тепла, кстати, из которых по городу уже появилось 567. На сегодняшний день, отмечают специалисты, опережают плановые задания Октябрьский район. Говорят, здесь подготовка к зиме идёт полным ходом. Однако тревогу вызывает у специалистов район имени Казбик-Би. По Казбийскому району есть отставание, но оно мотивировано отставание, потому что во многих домах происходит капитальный ремонт и замена полностью трубопроводов в этом самом доме. Поэтому из-за этого отставание. То есть объективные какие-то есть причины. К слову, заполнение магистральных и внутриквартальных сетей будет производиться уже с 25 сентября. Тогда, обещают сотрудники компании, трубопроводы проверят тщательно. Если выявят дефекты, устранят в процессе запуска. Естественно, будут выявляться какие-то маленькие дефекты, которые будем устранять в процессе заполнения. 25-го мы начинаем заполнять. Хотелось бы сказать, что у нас программы по заполнению, программы запуска все разработаны, согласованы с местными исполнительными органами, утверждены вместе с теплоисточниками, чтобы у нас разногласий, разночтений в этом не было. Как и прежде, этот петельный сезон начнется с 1 октября. Первыми будут обеспечены теплом социальные объекты. Это школа, детские сады, медицинские учреждения. Акты готовности в скором времени получат и все жители многоэтажек. И у меня, соответственно, вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день вы сделали выводы после депутатских рейдов? Во-первых, я представитель постоянной комиссии по именно коммунальным вопросам, по тарифам. Действительно, депутаты, группа депутатов выезжала на выездные совещания ко всем услугодателям, на предприятия. Заслушивались отчеты первых руководителей. Мы все глазами видели тот объем работ, который был проведен на предприятиях, беседовали с техническими руководителями. После этого на заданиях постоянной комиссии еще раз заслушивались первые руководители с конкретной, с детальной разборкой всех материалов, которые были у нас на руках. В конце, значит, была на сессии уже определенные были выданы рекомендации Акимату города Караганды. В целом у нас, у группы депутатов, не было сомнений в качестве подготовки объектов к зиме, как теплоисточников, так и самих сетевых предприятий и объектов потребителей. Больше, конечно, вызывали тревогу бесхозяйные так называемые сети, потому что мы уже на протяжении нескольких лет выявляют эти сети, районные Акиматы ставят на учет и впоследствии передают услугодателям в доверительное управление, либо же в управление. Тем не менее, вот эта проблема, она остается по эксплуатации бесхозяйных сетей, потому что на конце бесхозяйных сетей сидят потребители, те же самые жители нашего города, это наши избиратели. Поэтому вот, такие были даны рекомендации Акимату города Караганды именно по качественному выявлению и постоянному, на регулярной основе выявлению вот этих вот бесхозяйных объектов. А сколько их вообще в городе, этих бесхозных сетей? Вы знаете, в данный момент нельзя, так сказать, какой-то определенной цифрой. Дело в том, что это не сказать, что это сети, которые не имеют хозяина, они имели где-то хозяина, это были ведомственные сети различных предприятий, даже промышленный город, очень много сетей, потом предприятия закрывались, переименовывались, уходили в частную собственность. Какую-то часть купили собственники, какую-то часть просто бросили, она ненужная была. От этих сетей были ведомственные общежития, различные дома, которые были именно принадлежащие каким-то предприятиям. А там живут потребители, сейчас они уже не работники этих предприятий, тем не менее, это наши избиратели. Они должны тоже так же, как все, получать качественную услугу, хоть по тепло, хоть по электроснабжению, хоть по водоснабжению. А на сегодняшний день кто отвечает за эти бесхозные сети? Ну, прежде чем начать насчет бесхозяйных сетей, хотел бы сказать подтверждение Ваших слов о том, что Караганда готова к отопительному сезону. Готовность заключается в том, что на сегодняшний день не только сети. У нас отремонтированы с плановым порядком теплоисточники, как доложил генеральный директор. Отремонтированы все тепловые, электрические, водопроводные сети, согласно планов. Но хочется отметить, что иногда в прессе звучат цифры, вот сейчас только прозвучало миллиард. Значит, теплоисточник у нас готовится за счет собственных средств. Это частные компании. Вот они 5 с чем-то миллиард 4,9 на ТЭЦ-3 и 224 миллиона на ТЭЦ-1 выделили. Это 5 с чем-то миллиардов они выделили за счет собственных средств. Карагандасу выделяет свои средства тоже. Ремонт 455 миллионов у него тоже за счет собственных средств выделены в этом году. Единственная компания, которую мы выделяем за счет бюджета, это теплотранзит Караганда. Ремонтные 869 миллионов в этом году выделены на ремонт сетей. А вот приборы учета он устанавливается за счет собственных тарифных смет. Вот эти приборы учета 500 миллионов. Кроме этого у нас ведется подготовка домов к отопительному сезону. На сегодняшний день практически 98% домов готовы. Остались несколько домов. До 30-го числа эти дома будут готовы. Все объекты соцкульпт-быта имеют 100% акта готовности. Вопрос в бесхозных сетях. Два года тому назад в городе Караганде, для этого существует у нас государственное учреждение, акиматы города Караганды. Они через акиматы району регистрируют, ставят учет. Было 315 километров бесхозных сетей. По учету. На сегодняшний день из них вот Карагандосов может подтвердить. Главное, мы им передали, поставили на учет коммунальную собственность, потом передали на услугодателям 130 с лишним километров водопроводных канализационных сетей, которые надо ремонтировать и восстанавливать. И на сегодняшний день у нас осталось 190 километров водопроводных сетей новых. Из них 87 объектов уже приняты в коммунальную собственность, регистрируются, передаем. Процедура очень длинная, законодательная, поэтому сразу в одно мгновение передать эти сети не получается. Принимается бесхозно, ставится на учет. Через год в судебном порядке, ставим коммунальную собственность, оформляем техническую документацию, передаем услугодателям. Поэтому эта работа ведется, но, откровенно говоря, она и выявляется. Очень Караганда, очень большой город, то полкилометра, то один километр или электрических, или тепловых, или канализационных сетей выявляются. И каждый раз это ведется в учет. В будущем, в 15-м году, все эти сети, потому что эта работа ведется, ну, буквально года 3-4. Раньше эти сети как-то находились, обслуживались у них. Они, как они стали частниками, так все они уже стали от этих сетей отказываться. Особенно электрических сетей. У нас очень много проблем. Поэтому работа ведется, и будем дальше работать. Спасибо. Бекет Бекпаевич, скажите, пожалуйста, вот не во всех многоквартирных жилых домах в нашем городе работают КСК. И из-за этого, конечно, очень много возникают вопросы коммунального характера. Вот с чем это связано? Почему? Вы можете мне ответить на это вопрос? Проблема наличия юридической формы управления многотажных жилых домов – это основная проблема всех нас. На сегодняшний день из 2509 домов, которые многотажны, жилых домов в городе Караганде, из них 2285 отапливаются через центральное отопление ТЭЦ. Вот в этих домах всего на 47% охвата юридическим формам управления КСК, ТО, ИПА. Ну, 630 домов у нас считается НСУ и КСУ. Ну, это совместное управление, там это не юридические формы. Но остальные там около 500 домов только ответственные лица имеют. Поэтому подготовка эта к зиме особенно сильно влияет в этом отношении. Сейчас при поддержке Акимата в области и по инициативе Акима города совместно с СПК СРРК создается крупная компания ТО «Турмус-Хзмет», так называемый ТО. Эта крупная компания будет государственной, скорее всего. Сейчас разрабатывается механизм. И он будет обслуживать те дома, которые не имеют юридическую форму управления. Ну, тут есть законодательно-нормативные базы, в которых надо внести изменения, в том числе и содержание объектов кондоминиума, перечень и в самом положении. Поэтому данный вопрос находится... В прошлом году создано было три КСК. И туда где-то около 23 домов были в составе этих КСК включены. Хочется сказать, что в перспективе хотим, и мы все здесь сидящие жители, хотим или не хотим, все услуги вот этих сидящих услугодателей будут оформляться юридическим договором через юридические формы. КСК будет ТО или другая компания. Насчет этого уже постановление правительства есть, еще в 2009 году вышло. Он называется типовой договор между услугодателем и юридическими лицами. Поэтому без этого перспективы, если дома не ремонтировать, дома... Даже по программе модернизации дом будет ремонтироваться в том случае, если в доме есть юридическую форму управления. Если этого нет, дома ремонту модернизации не подлежат. Поэтому видимо и на верхах сейчас очень правительство думает над этим вопросом. Будет внесено изменение и статусы КСК заключений в отношении жителей, вот это стопроцентное участие жильцов, согласие жильцов. Есть такой юридический термин, которым для создания КСК необходимо. Кое-что будет видимо внесено изменение. Сейчас в этом плане работа ведется. У нас сегодня в программе присутствуют представители компании Караганды-Су. Пожалуйста, Сергей Лиценович, скажите, пожалуйста, как Вы подготовились на отопительный период? Какую работу провели? В рамках подготовки к отопительному сезону Караганды-Су было заменено 20 километров водопроводных сетей и 3 километра канализационных сетей, что по плану было выполнено на 100%. Но тем не менее мы работы продолжаем и начинали с начала года, поэтому мы уже на сегодняшний день заменили 58 километров сетей водопроводных и 9 километров канализационных. Планируем до конца года заменить 60 километров водопроводных сетей и 15 километров канализационных сетей. В том числе ремонтируем насосные станции, все 86 насосных подкачивающих станций было заменено оборудование за эти три года и в этом году 24 насосные станции были автоматизированы, что позволило в высотных домах держать давление круглосуточно. А возможно ли повышение тарифа на водоснабжение? На водоснабжение и канализацию тариф был поднят в прошлом году. Получен Караганды-Су, защищен в Дареме на три года, так называемый среднесрочный тариф. И поэтому в ближайшие три года повышения тарифа не будет. Но тем не менее повышение, данное повышение тарифа заметно сказалось на нашей работе и подготовке города к водоснабжению и канализационным мероприятиям. Мы смогли, как знаете, в девятом году мы меняли 24 километра, в этом году уже 60 километров. Применяем новые технологии, закупили много техники. То есть это машина ГНБ, где мы проводим горизонтальное направленное бурение, меняем трубу без скрытия асфальтового покрытия и без разрушения. Применяем разрушитель, вот как показывали депутатам, они приезжали, им понравилась эта машина. То есть она работает вообще из колодца и канализационные сети меняются даже без скрытия колодцев. По тарифам, как сказал генеральный директор, в этом году с 1 октября повышен тариф, отпускной тариф тепла со станции. Он раньше отпускал тепло транзиту за 1265 тенге за гикокалорию. С октября он будет отпускать тепло за 1479,3 тенге гикокалорию, то есть на 17 процентов. Раз у него отпускной тариф повысился, энергопередающая организация тоже, наверное, будет выходить, как субъект естественной монополии, по повышению тарифа по ЧРМ, то есть по чрезвычайно регулирующим мерам, так называемой. То есть в связи с повышением у него тарифа, у него тоже будет повышен тариф. Они уже примерно этот тариф получают. Поэтому тепло на тариф с 1 октября будет повышение на квадратный метр, как было рассчитано. Но так как мы сейчас устанавливаем приборы учета, если до конца года не полностью во все жилые дома, мы постараемся. Поэтому тариф будет повышен на тепло с 1 октября. Понятно. В Караганде также вырос тариф и на газ. Например, компания «Алимгаз» повысила тариф за услуги газоснабжения. Он увеличился до 151,5 тенге за килограмм емкостного газа. Ну, повышение тарифа, как сказано было, субъекты и доминанты естественной монополии дают заявку в агентство, департамент естественной монополии, там рассматривают и защищают они этот тариф и они утверждают. По данным агентства тариф действительно повышен. И повышен в связи с тем, что «Алимгаз» уже второй год в связи с прошлым опытом, позапрошлый год, когда Караганда, значит, все газораспределительные, значит, были замерзшие в период сильных морозов, ежемесячно участвуют в тендере и покупают газ пропан. А вот «Алимгиз» «Шевройл». Для участия в тендере, значит, пропан при минус 41 выдерживает температуру, поэтому он должен на зиму закупать этот пропан. Ежемесячное участие и повышение тарифа самой цены на газ его заставило идти на это. И вот еще по линии Министерства нефти и газа ежемесячно выделяется для «Алимгаза» 500 тонн газа, СББТ, так называемый, 400 и 350 и 150 тонн бутанового газа. Там тариф тоже в этом году повысился, поэтому он вынужден был подать на повышение. До этого был у него тариф 137, сейчас стал 151. Положение у него не сильно экономия финансовая хорошая, поэтому он вынужден был подать. И департаменты этот тариф утвердили. Представители этой компании, к сожалению, не смогли принять сегодня участие, но я думаю, что ответ на вопрос по тарифам мы получили. Конечно, хочется, чтобы город, особенно в зимний период, был с теплом и электричеством. Вот как на сегодняшний день обстоят дела в городе по электроснабжению? «Эти компании, в общем-то, в аппарате Акимата города координируем мы, поэтому положение дел в той компании «Караганда-Жарик» нам известно. Значит, в этом году они в рамках подготовки к отопительному сезону выделили 144 миллиона тенге, практически 177 ТП отремонтировали, 200 километров линий по городу Караганде. Там кабельные, воздушные, 0,4, 35, десятка. Кроме того, компания «Караганда-Жарик» в этом году, значит, провел ремонтную работу около 30% по городу с заменой 0,4 киловатт на спроводного на СИП-кабеле, и сейчас ведет подключение. Поэтому часто жильцы, жители города Караганды жалуются, что у них происходит отключение с 9 утра до 5 вечера. Да, эти отключения связаны с подключением этих жителей к этой линии, 0,4 киловатт новой линии. Ну и в рамках своих инвестиционных обязательств, одно из крупных мероприятий, которые Караганда-Жарик заканчивает в этом году, это в декабре месяце будет запущена подстанция «Жарик» с мощностью подстанции 125 мегаватт, два трансформатора. Значит, она будет подключена к подстанции «Центр» и будет к подстанции «Новый город». То есть открытие мы где-то планируем в декабре месяце. Это стоимость этой подстанции «Жарик» более 4 миллиардов тенге. Уже второй год, в этом году будет завершение. Это одна из крупных. Ну и по приборизации практически Караганда-Жарик установил где-то около 182 тысяч приборов по Караганде за счет инвестиционного тарифа новой классом точности. Поэтому в этом плане приборизация у них завершена. Ну и одно из последних успехов Караганда-Жарик на сегодняшний день не имеет практически сверхнормативных потерь. Нормативные потери пределы 10% от потребляемой электроэнергии. Во второй части ток-шоу мы расскажем подробности проведенных работ в городе по данным рекомендациям Карагандинского городского Маслихата. Увидимся с вами в эфире Первого Карагандинского. Оставайтесь с нами. На 24-й сессии Пятого Созыва Карагандинского городского Маслихата депутатами был утвержден ряд рекомендаций. Сейчас предлагаю пройтись по этим рекомендациям и сделать небольшой анализ об этом и многом другом. Сегодня в ток-шоу Шахар. Здравствуйте. Разработать пилотные проекты теплообеспечения отдельных многоквартирных домов малых поселков, используя ресурсы программы модернизации ЖКХ. Да, действительно такая рекомендация Акимату была дана, потому что у нас есть ряд многоэтажных жилых домов, где до сих пор пользуются печным отоплением и отоплением, скажем, автономное отопление внутри квартиры. То есть ставят электрические котлы и этим отапливаются. Ну, во-первых, применение печек различных, там, буржуи, как называют еще эти. Это просто недопустимо в многоквартирном доме, потому что угарный газ опускается вниз и вполне невозможное отравление. Поэтому мы рекомендовали Акимату города Караганды разработать эффективные методы теплоснабжения этих вот этих малых так называемых поселков. Либо же должны быть какие-то локальные котельные станции, либо же если есть возможность подключения к централизованному теплоснабжению, необходимо разработать как вот в Пельшахтинске, Шахтерске. То есть есть возможность подключения, тем более сейчас мы заканчиваем одну реконструкцию на магистрали М8 на Пельшахтинск, будет возможность дополнительного подключения потребителей. Необходимо Акимату рассмотреть, скажем, экономическую целесообразность проведения работ по строительству тепловых сетей и подключения этих поселков. Либо же установку действительно там водогрейных котлов. обращаются в Акимат и жители Узинки. Тоже раньше отапливались от локальных котельных, каких-то промышленных предприятий. Сейчас в данный момент эти промышленные предприятия не работают, но население хочет получать централизованную нормальную, цивилизованную услугу. Поэтому и такие рекомендации Акимату были даны. Геннадий Иванович, позвольте я продолжу тогда. Дело в том, что к подготовке к 17 сентября сессии городского Маслехата депутатами была проведена огромная работа. Посетили все тепло, энерго, водоснабжающие организации. Посмотрели, как они работают, какие у них материально-техническая база, какими технологиями пользуются. Естественно, на сессии вывели ряд рекомендательных направлений. Ну, прежде всего, это сокращение количества бесхозных сетей. Оно очень существенно влияет на качество теплоснабжения нашего города. Мало того, значит, было предложение о создании ассоциации председателей КСК. Ну, я так утрированно сразу говорю, чтобы было понятно всем. Вот. Такая ассоциация должна создана быть. Время уже пришло, назрело. Думаю, что если будет создана такая ассоциация, то, безусловно, они будут работать более целенаправленно, более планомерно. Вот. И, наверное, более продуктивно, так, если скажем. Вот. Были еще, значит, рекомендации по единой диспетчерской службе. Были рекомендации по внедрению новых технологий. Особенно нам понравилось, на улице Доскей мы были. Вот. Там, значит, замена канализации путем разрушения. Это совершенно новые технологии. И больше всего мне понравилось то, что взамен тех труб, которые там были установлены сотка, значит, вставляется труба 150 миллиметров. Это существенно улучшит работу канализации. И, конечно, всем нашим жителям будет, конечно, гораздо проще. Вот вы сказали про единую диспетчерскую службу, да, коммунальных сетей для оказания, так сказать, качественного, оперативного решения ликвидации аварийных ситуаций. Вот на сегодняшний день, вот по вашим рекомендациям, вот эта служба была создана? Она сейчас функционирует, работает? Ну, ряд рекомендаций, которые дают депутаты на сессии городского Мастихат, они исполняются по возможности финансово-технические и других параметров, сходя из других параметров. В частности, по диспетчерской службе. У нас в аппарате Акимата и в центральном Акимата в области создана единая диспетчерская служба в области. Все обращения, заявления, все данные поступают к нам ВДСО, так называемые, и мы передаем в область. Вот здесь сидят услугодатели, они два раза в день отчитываются нам, представляют все параметры, все аварийные ситуации, и мы, соответственно, эти. Кроме того, звонят жители, значит, вся эта диспетчерская служба в городе есть. Следующее. Создана очень хорошая диспетчерская служба ТОК Арагандасу. Там, если вы позвоните, там даже вам говорят, что ваш разговор записывается, они все разговоры, все обращения, залобы, заявления записывают в диспетчерской службе, и она оперативно передается районным службам. В теплотранзите тоже есть диспетчерская служба и в магистральных и распределительных сетей тоже слушаются. Диспетчерская служба есть в Караганда-энергоцентре, ну а в Караганда-Жарык тоже очень мощная диспетчерская служба во всех районах. Поэтому эти диспетчерские службы в наших компаниях услугодателей созданы, и в Акимате тоже есть. Насчет вопроса теплоснабжения малых поселков, конечно, вопрос сразу не решить. Сейчас, если на пришахтный схем 8 завершится на следующий год, можно планировать теплоснабжение поселка Шахтерский. Там 59 домов, по-моему, от двухэтажек, пятиэтажек. Но там тоже около 2-3 миллиардов надо денег, финансовых средств, чтобы протянуть распределительные сети. Тут два момента. Сети мы можем протянуть, подвезти к домам. Вопрос стоит, чтобы в домах самих жителей должны восстановить всю разводку в домах и стояки вплоть до батареи. Значит, поселок Шахтерский вопрос решаемый. Почелок Баба, так называемый Анжерский или Бобруйский, так называют, в Казбикбийском районе, там этот вопрос можно теплоснабжение решить только в том случае, когда по улице Ермека будет проведена реконструкция сетей. И там тоже. Но это тоже затратная часть. По вопросу теплоснабжения Кирзавода и новые узенькие, ЖБИ, так называемые, прошахтинские, очень сложно. ЖБИ никогда не было центрального отопления, было котельное, которое содержалось за счет жителей. Но если жители, и там, если тепло стоит, будет дорого, как сейчас платим в городе 84-90, а если там будет 200 тенге квадратный метр, жильцами по этому вопросу сходы проводились. На Кирзаводе практически отказались. Поэтому там компания Караганда-Жареги и ТОГОРКОМХОЗ усилили кабельный силовой кабель подачи электроэнергии, и они сейчас там обрегаются электрической энергией. Некоторые поставили себе электрокотлы. Новая Узенка то же самое. Там тоже никогда не было центрального отопления. И строят котельные. Там тоже электрические силовые кабеля усилены, но мощности пока не хватает. Вопрос стоит о содержании этих котельных. Можно построить котельную за счет, но кто будет их содержать и кто. Зачем? Это за счет потребителей получается. А это тариф очень дорогой. В целом мощности самой теплоэлектростанции не хватает, чтобы обеспечить их централизованным теплоснабжением. Кроме того, надо тянуть очень большие сети. Это очень затратно. То есть не экономически, но решаются некоторые вопросы, будем решать. То, что возможно решаем, а то, что практически невозможно, надо сказать да, пока нет. Спасибо большое, Бекет Пикпович. Вот еще была дана такая рекомендация. Рассмотреть вопрос о выделении средств при формировании бюджета на текущий год на восстановление теплоизоляции тепловых сетей. Действительно в городе Караганде у нас имеется порядка 160 километров тепловых сетей, которые отсутствуют в теплоизоляции. Значит, все эти адреса, все эти участки мы знаем. Они скорректированы. Нами направлена заявка на выделение необходимых денежных средств на восстановление данных участков теплоизоляции. К тому же, для того, чтобы в дальнейшем не было хищения этой теплоизоляции, значит, будем применять уже новые технологии. Будем применять ППУ Скорлупу, которая уже не более-менее защищена от вандализма и от хищения. Вот по всем вопросам, будут ли какие-то дополнения, уважаемые депутаты? Пожалуйста. Маленькое дополнение, что вот работа коммунальных служб у наших депутатов, у нас, мы под постоянным контролем в наших группах, вот мы постоянно выезжаем, наблюдаем, советуемся и по большому счету они многие наши рекомендации выполняют. Вот такой маленький пример. Вот мы все время жаловались, что отключают воду, условно говоря, или свет. Но мы не против, правильно идет инновационная программа, это надо делать. Вы нам сообщите, ну там по радио, там или, допустим, по телевизору, в СМИ, по сотовому. Ну нормально сейчас стали сообщать и все люди, то есть работа такая продолжается. Подготовка к отопительному сезону достаточно хорошо сейчас проходит, да? Ну бы пожелание, как вот избиратели говорят, после себя, когда вот эти все изрыли, все восстановили, убирать, чтобы там был порядок еще лучше, который он был. Очень много таких случаев, где пыли проводили, теплотрассу за собой много не убирается, есть такие объекты, где после этих ремонтных работ, через 2-3 месяца дает она осадку и большие глубины и так далее. Поэтому пожелание поставщикам за собой следить и качественно исполнять эту работу, чтобы после него опять не приходилось восстанавливать и создавать такие трудности. И чтобы было качество и культура. Может быть мне вот кто-то ответит из наших представителей, скорее всего Караганда энергоцентр. Строительство ТЭЦ-4 необходимо сейчас или можно как-то обойтись ТЭЦ-3 теми мощностями, которые есть и хватит ли у нас резервов? – Спасибо за вопрос. В перспективе в будущем наверное ТЭЦ-3 нужным был. ТЭЦ-4 вернее. Но когда вы меня спрашивали, я всегда говорил свое мнение о том, что в первую очередь мы должны восстановить проектную мощность существующей станции. Это вот мы сегодня как знаем это 560 мегаватт по ТЭЦ-3. Если тепловую энергию взять, это 1070-1100 гигакалорий. Значит мы должны в течение 1-2 лет, я думаю, это реально за счет инвестиций восстановить этот проектную мощность. Вторым этапом у нас значит на Караганинской ТЭЦ-3 идет расширение. Это значит монтаж нового энергоблока с электрической нагрузкой 110 мегаватт и паровой котел паропроизводительство 650 тонн в час, который нам через год, к концу следующего года, к началу 2016 года дадут дополнительную выработку как по электрической энергии, так по тепловой энергии. А дальше уже в перспективе конечно нужно будет посмотреть необходимое строительство ТЭЦ-4. Наверное я в дополнение скажу, что в данный момент у нас очень динамично строится город, особенно юго-восточная часть города. Так называемая площадка панель-центр, которая за Ледовым дворцом уже строится два многоэтажных жилых дома. Построены уже и есть здания прокуратуры. Дальше здания строятся, объектов очень много. Для обеспечения их теплом, значит с акиматом города Караганды было принято решение по разработке проекта документации на строительство третьего тепловывода СТЭЦ-3. То есть существующие тепловыводы уже не могут принять возросшую мощность, которая будет после ввода в эксплуатацию нового блока. Поэтому необходимо строить новое тепломагистрали. Ориентировочная стоимость колеблется от 14 до 16 миллиардов тенге. Тем не менее, эта работа должна быть проведена для того, чтобы на сегодняшний день те перспективы, которые стоят перед строителями по вводу многоэтажного жилья, чтобы они были учтены в 2017-2018 году. Работа, еще раз говорю, очень большая, но она необходима, ее необходимо проводить. Вот для устойчивой работы теплоэнергоисточников создан ли достаточный запас топлива за отопительный период? Да, на самом деле сейчас идет закладка твердого топлива. Мы сегодня уже имеем выше нормативных запасов, как на ТЭЦ-3, так на ТЭЦ-3, на ТЭЦ-1. И также идет закладка растопочного топлива, как мазут. Поэтому в этом проблем особых нет. Договоры у нас до конца года подписаны. И мы в конце ноября подпишем уже на следующий год с поставщиком богатыря Ахсискомер. По снабжению города, я бы хотел, есть ли какая-то взаимосвязь развития города по теплопотреблению на перспективу, допустим, 2-3 года, да, и с Вашими планами развития станции, допустим, ТЭЦ-3, о которой Вы сейчас говорите, да? Если, допустим, Ваши планы не соответствуют дебаланс, то строится 4-й ТЭЦ-4. То есть она соответствует спросу к предложению. Вопрос этот обсуждается уже не однажды. Сейчас, как принято окончательное решение, необходимо разработать схему теплоснабжения города Караганды с учетом генплана, с учетом разрастающей мощности теплоисточника и с учетом разрастающей ходом строительства. Все эти параметры, значит, учитывая, там тогда, там же будут даны все ответы на вопросы. Куда строить, сколько строить, стоит ли вот этот третий тепловой вытянуть, и все эти вопросы. Сейчас уже выделены предварительно, недавно на бюджетному, при корректировке бюджета первый транш денег. Значит, будет определена, определён уже администратор бюджетной программы отдела архитектуры и градостроительства. Значит, будет заниматься этим, мы будем, думаем, привлекать Алматинский институт, специально который занимается. Когда будет схема теплоснабжения города, будут даны все ответы на вопросы. Сколько нам надо тепла, куда надо тепла и в каком количестве нам надо строить. Может строить ТЭЦ-4, даже нет необходимости, если будем развивать мощность ТЭЦ-3 дальше. В общем, ливнёвая канализация, какова сейчас ситуация, и какова перспектива? В прошлом году через отдел ЖКХ были выделены средства порядка 5-60 миллионов. С привлечением организации подрядной прочищалась центральная часть города от ливневой канализации центральной части города. Составлена схема. До этого не было ни карты, ни схемы самой ливневой канализации. В этом году с бюджета города на будущий год для ливневой канализации дальше, чтобы расширить, выделяется около 130 миллионов тенге для расчистки всех ливневых канализаций. То есть это очень большая работа. Тут надо, чтобы работала специализированная отдельная организация, так как ливневая канализация на сегодняшний день карагандасу не обслуживается, у него своя канализация, да. Поэтому дорожные организации тоже не специализированы предприятия, чтобы расчищать. Поэтому с прошлого года подрядным организациям такая работа проводится. В перспективу будем думать вопрос о закреплении этих ливневых канализаций за соответствующими службами. Открытые ливневые канализации, рычного типа и прочее, они расчищаются с применением сил подрядчиков. Карагандасу, вот он, при шахтных сортировках участить открытые ливневые канализации и дорожные организации. Ну, хотелось бы добавить еще, что депутатами городского маслехата были такие рекомендации кемату даны, чтобы при капитальном ремонте дорожного полотна, либо при строительстве новых дорог обязательно учитывалось состояние той ливневой канализации, которая в данный момент существует, либо же строительство новой канализации, чтобы, потому что зачастую дорожное полотно недолго служит именно из-за того, что вода застаивается на дорожном полотне и происходит его разрушение. Поэтому депутатами такие рекомендации кемату были даны, когда они проводят конкурсы на ремонт, капитальный ремонт дорог или строительство дорог, чтобы это было учтено у них. Руководителям коммунальных предприятий города было рекомендовано своевременно завершить проведение ремонтных работ. И сегодня в ходе программы нам стало понятно, что работа в этом направлении налажена. И наши коммунальщики, наши услугодатели готовы и дальше оказывать свои услуги. Пусть в наших домах всегда будет тепло, светло и уютно. На этом наша программа подошла к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова